Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, если вы увидели в космосе вот такую точку, нужны товары, прилетели на нее, а там стоят около 4 торговых кораблей, лакон-типы, и типа говорят вам, нам нужны товары, мы все купим по выгодной цене, давай привози. Вы не знаете, что же делать, как же быть, какие товары им нужны, нифига не понятно, и как им их продать тоже. Смотрите, для того, чтобы узнать, какой товар им нужен, нам для начала нужно поставить сканер груза. Прилететь и поставить сканер груза, он ставится вот в эти гнезда нулевого класса, и просто покупаем любой сканер груза и ставим его. Также не забываем добавить этот сканер груза в огневую группу. Так, добавили сканер груза, ну и вылетаем со станции. И сейчас полетим к ним, к этим торговцам, и делаем вот так вот, так, зафиксировать пункт назначения. И вылетим сейчас со станции. Секундочку, секундочку, мы вылетаем. У них могут быть всякие разные грузы. Там какая система? Господи. Там система состоит в том, что вы продаете им определенный вид товара, и в зависимости от того, которое они покупают, вы можете получить определенную прибыль. Потому что если они покупают дорогие товары, то вы, в принципе, скорее всего, не получите прибыль, потому что они будут их покупать, может быть, даже дешевле, чем они продаются на станции. Но в то же время, если они покупают дешевый товар, какой-либо, который стоит дешево на станции, а у них он вроде всегда стоит какую-то определенную сумму. Сейчас мы перейдем в арп-режим. И встретимся с ними. Так, переходим в арп-режим. Дорогие друзья, всегда, если вы летите в арпе, старайтесь близко к планетам не приближаться, потому что иначе они начнут вас своей гравитацией засасывать, и вы будете медленнее лететь гораздо. Выше там 100 км в секунду вроде нельзя будет скорость поднять. Если у вас планета засосала своей гравитацией, то надо будет выбираться очень запарно от нее. То есть думайте об этом тоже. Допустим, как сейчас. Сейчас она, видите, меня держит краешком. Я, видите, не могу выше в арпе 130 км скорость набрать. Это так. На всякий случай. Сказал вам. Так, ну давайте сейчас. Мы уже прилетели практически. Уходим из варпа. И вот что мы видим. Видим мы... Вот, видите, корабли тут. Heavy. Вот они. Достаем, значит, наш сканер груза и сканируем его. Сканируем этот корабль. Торговец, который орет на всю систему, давайте нам продавайте товары. Просканировали. И смотрим теперь, какой тип груза он ведет. Наркотики. Видите, количество 27 у него, да? В общем, теперь смотрим. Везет он у нас наркотики. И теперь мы можем купить эти наркотики. Мы узнали, какой груз ему нужен. Летим на станцию. Я не знаю, есть ли там наркотики. Потому что такой своеобразный вид груза. Летим на станцию сейчас. И попробуем поискать там наркотики. А, так, надо убрать оружие. Не сможем в арте идти. Так. Посмотрим, есть ли там наркотики. Если есть, купим. Если нет, вернемся. Обычно у них подороже все стоит. И, в принципе, можно купить товар и продать им. И это будет выгодно. Даже если тут рядом продается этот товар. Но я не уверен, есть ли тут наркотики на этой станции. Ну, примерно смысл вы поняли. Просто многие не знают, как узнать, какой им груз, короче. Вы покупаете тот груз, который у них лежит в отсеке. Подлетаете к ним близко, и они его телепортируют к себе в ангар, а вам дают деньги, короче. Просто вот так вот и все. То есть, никакую торговлю кидать не надо и так далее. Да, и для тех, кто не знал, чтобы передать груз между игроками, есть такая функция. Сейчас мы... В общем, когда вы выбираете груз, выбираете, типа, выкинуть его. Там есть два вида выкидывания. Один выкинуть и присвоить. То есть, на нем будет стоять незаконный для всех остальных, так сказать, всех остальных людей. А можно выкинуть и без незаконного. И тогда любой человек, ваш друг какой-нибудь, сможет подобрать этот груз. В принципе, так можно деньги передавать. Пока, вроде, передача денег нормально не налажена еще здесь. Но это вопрос времени. Так, запрашиваем стыковку. Далековато. Слишком далековато. Ну вот, это вопрос времени. Скоро, я думаю, добавят торговлю нормальную между игроками. Но, как бы, если вы хотите передать деньги своему другу, то делайте так, чтобы он сделал себе большой какой-нибудь корабль с большим отсеком, допустим, вот такой вот. И просто какой-нибудь дорогущий груз ему передаете. Просто вот так вот. Можно, в принципе, обменяться деньгами. Но это, в принципе, не нужно, потому что тут и так достаточно способов заработать. Заработать денег. И поэтому, в принципе, вам этот способ не понадобится, скорее всего. А еще одна особенность. Можно... Ну, допустим, бывает, на вас там пират напал. Может быть, вы сможете от него откупиться таким образом, чтобы он не уничтожал ваш корабль. Как бы, напали на вас, допустим, пираты, да? И... ну, пираты-игроки, я имею в виду. И поймали вас, расфигачили вам двигатель и так далее. А может быть, они попросят у вас груз. Как бы, вы можете так сами, в принципе, грабить торговцев, ловить их, расфигачивать им рамочно-сместительный двигатель и просто заставлять их отдавать вам груз. Тут в этом плане все достаточно весело сделано. Можно грабить людей. Это прикольно. Не знаю. Такая особенность. Вы можете сделать засаду рядом с планетой. Потому что не планетой, а рядом с солнцем. Все же выходят из варпа рядом с солнцем перехватывать всяких торговцев и спокойненько их грабить. Очень даже прикольная тема. Как-нибудь мы этим займемся. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас здесь наркотики. И в зависимости от этого, я буду ли я показывать вам, что будет дальше. Так, ищем табак, спиртное, алюминий, золото, минералы, оружие, нелегальное оружие. Нелетальное, нелегальное, господи. Косметика, продукты питания, промышленные материалы, текстиль, технологии, химикаты. Походу, тут все-таки нет. Наркотиков, но вы поняли, в общем. Можно привезти им наркотики. Я не буду сейчас летать по системам, искать, где там можно купить наркоту и продать ее этим этим наркодилерам. Поэтому уж не обессудьте в этом плане. Но вы поняли, в общем. Основную информацию я сказал. Вы просто покупаете этот товар, привозите его, близко подвозите его к ним, и вы снова не покупаете. И бывает так, что у них всегда какая-то фиксированная цена на ресурс, даже если он очень дешевый. То есть для начала, я думаю, стоит проверить, сколько они дают, чтобы не выпухнуться, сколько они дадут вам. Но в основном это больше. Мне попадались торговцы, и в основном они больше давали. Я помню, они покупали по 7500, какой-то вообще дешевый вид товара, который там по 100 стоит. У торговца я там забивал отсек себе и продавал еще в самом начале, когда наткнулся. Но они не всегда будут висеть в системе, они со временем улетают в другие системы и висят там. Так что же думайте об этом, чтобы не выпухнуться. Ну, так, все, дорогие друзья. На этом, я думаю, я закончу. И все ставьте свои большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что вы знаете об этих торговцах. Мне интересно будет послушать вас, может какие-то особенности у них есть, или они по какому-то принципу распределенному прилетают в системы. Это тоже все интересно. Поэтому пишите ваши комменты в этом плане. И все, всем пока, до скорых встреч.